В Самаре продолжается генеральная уборка. С начала месячника по благоустройству в нем приняли участие больше 300 тысяч горожан. Жители наводят порядок на придомовых территориях. Дом не заканчивается калиткой во двор, решили жители частного сектора в советском районе и вышли на уборку своей улицы Уссурийской. В солнечный день приятно, говорят, вместе с соседями поработать на благо своего района. Уже много лет люди здесь поддерживают порядок и как могут украшают улицу. Сажают цветы, следят за кустарниками и деревьями. И все это за пределами своих собственных дворов, чтобы проходящие мимо люди любовались и радовались. Мы стараемся, все делаем, мы убираем, в субботники выходят они. Все около своих дворов мы стараемся, чтобы не было ни мусора, ни выплескывания, ничего. Активное участие в наведении порядка принимают и школьники города. На субботник они вышли к знаменитой даче со слонами. Так ее прозвали в народе еще сто лет назад. На самом деле это дача купца, архитектора и художника Головкина. Встроил он ее по собственному проекту. Теперь это один из символов Самары, памятник модерна. Про этот дом существует множество легенд и страшных историй. Даже сегодня охранники рассказывают, что ночью в пустом здании слышно, как кто-то передвигает мебель. Есть легенда о том, что под одним из слонов захоронена дочь самого Константина Головкина. И после этого начали происходить какие-то необъяснимые вещи. Многие поселенцы, которые здесь жили, позже начали съезжать отсюда, жалуясь на что-то необъяснимое. Три десятка самарских школьников мистики не испугались. Некоторым из них встать пришлось в пять утра, чтобы доехать сюда из Куйбышевского района. На территории около особняка убирают мусор и прошлогодние листья, подстригают разросшийся кустарник. Делать все это вызвались сами. Директор 33-й школы рассказывает, когда они вышли на муниципальное предприятие Ремжил-Универсал, в ведении которого и находится дача со слонами, там удивились этой школьной инициативе. Познание, оно, конечно же, начинается с удивления. Предварительно, конечно же, мы деткам рассказывали, что есть такое уникальное место, насколько оно мистическое. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, безусловно. И вот когда дети заходили на территорию, они ахали, они действительно ахали, им было интересно. Судьба этого памятника архитектуры школьников заинтересовала. Тогда-то у них родилась идея составить коллективное письмо в Министерство культуры, чтобы и там обратили внимание на проблемы уникального места. Очень часто задают вопрос, что нужно сделать, чтобы воспитать настоящих патриотов. И вот волонтеры – это как раз тот мотивационный стимул для детей, чтобы стать патриотами. Прийти и убраться сюда, прийти и убраться в любой парк. Не остаются без внимания и излюбленные места отдыха горожан. На уборку сквер имени Санфировой вышли депутаты городской думы от железнодорожного района. С прошлогодней листвой и мусором в сквере справляются на отлично. Депутаты вносят свой вклад в общее дело. Хотим, чтобы наш любимый город был красивым, светлым, чистым. Но для этого мы должны действительно все объединить свои усилия и показать примеры жителям в том числе, что мы тоже, в общем-то, делаем наш город чистым. Этот сквер назван в честь героя Советского Союза, летчицы Ольги Санфировой. За время службы она сбросила на противника больше 70 тонн авиабомб. В 44-м ее самолет был сбит. Санфирова погибла. В преддверии 9 мая в сквере в честь героя должен быть порядок. Это место для нас очень знаковое. Это сквер Санфирова. Это центральный сквер в районе. Он очень большой. И, конечно, за один субботник, за один средник эту территорию убрать нельзя. Здесь работали и департаменты городского округа Самара администрации. Здесь работали и сотрудники администрации района. И сегодня здесь работает совет депутатов, чтобы сквер окончательно привести в порядок к празднику. К общегородской уборке присоединяются и общественные организации. На помощь депутатам пришли десантники. Как говорили у нас в армии, порядок нужно не наводить, а поддерживать его. Поэтому я, дай бог, думаю, мы наведем его в этом сквере, а уже администрация города проследит за тем, чтобы порядок в этом сквере поддерживался. На время субботника меняют профессию руководства управляющих компаний. Начальник и подчиненный плечом к плечу, рука об руку, ведут борьбу за чистоту. Но уборки все равны. У всех одинаковые инструменты и одна цель – сделать город безупречно чистым и красивым. Не только дворники, но и весь инженерно-технический состав. В плане побелить деревья, покрасить бордюры и собрать весь мусор. Мы не оставляем после себя, стараемся, по крайней мере, не оставлять все то, что убираем. Особенно, вы обратите внимание, мы работаем с мешками. Это для чего? Для того, чтобы этот мусор, который будет собран, он не разлетался потом по территориям. Чтобы не приходилось делать эту работу дважды, трижды. За три недели месяца уже привели в порядок почти 90% от запланированной территории. Причем к службам ЖКХ и благоустройству присоединяются и горожане. В последнее время, чего не замечалось в последние пять лет, сейчас на субботнике выходит категория от 25 до 30 лет. Этот средний возраст, который раньше выпадал, они говорили, что мы работаем с утра до вечера, нам это не надо, мы заняты другими делами, сейчас все чаще и чаще они появляются и с удовольствием это делают. Генеральная весенняя уборка Самары захватила и бизнес. Предприниматели приводят в порядок территории возле своих объектов. Один взмах кистью и бордюр уже имеет совсем другой вид, а сама площадка перед торговым центром будто оживает. Трава зеленее, асфальт чище, а воздух свежее. Сотрудники магазина после зимы постепенно приводят в порядок ближайшую территорию, начиная с конца марта. И уже в ближайшие дни планируют закончить, потом только поддерживать порядок. Для месячника недостаточно уборки, потому что дворник убирает. То есть мы обязаны участвовать жители, организации. Это нужно, это важно, и это надо, я думаю, привить в каждом ребенке еще. Генеральную уборку самостоятельно проводят все торговые объекты и предприятия города. Приводят в порядок крыльцо, бордюры и газоны. Сейчас погодный режим установился, сейчас возможность все это сделать. Тем более это не требует никаких чудовищных затрат. Это, еще раз повторяю, это обязанность. Требования достаточно жесткие. В этом году в Самаре действует программа «Цветущий город». У входа в магазины, кафе и предприятия появятся цветочные клумбы, вазоны и кашпо. Цветы высаживают и на улицах города. Растения посадили еще зимой, поэтому сейчас на клумбах появляются сразу яркие соцветия. Цветоводы муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз» преображают улицу Полевую. От проспекта Ленина до самой набережной. За один день они обещают разбить десяток клумб, благоухающих тысячами цветов. Специального ухода сальвия не требует. Своевременный полив и рыхление. Здесь же будут радовать глаз и другие цветы – герань и бархатцы. Эти растения также неприхотливые и при этом выглядят очень эффектно. Она будет цвести до мороза в сале пока, да, она цветет до осени. Просто отсветшие убирается, отсветшие вырастают новые. Подбивка вот сальвия посередине, подбивка будет тагетисом и цинерария. Зеленые насаждения приводят в порядок во всех районах города. Управляющие компании проводят санитарную обрезку, а деревья, которые отжили свой век, убирают совсем. Старое дерево теряет ветку за веткой, чтобы в итоге оно стало не просто красивым, но и безопасным. За месяц генеральной уборки управляющие компании должны привести в порядок все свои зеленые насаждения. Возле этого дома дерево настолько разрослось, что доставляло людям одни неприятности. Ну, в окно прямо стучало, стучали ветки, особенно когда ветер сильный был. Стучали, и была даже возможность, что могли повредить стекло. Старые деревья – это проблема всех районах Самары. В прежние времена в городе высаживали малоценные породы деревьев – тополь, карагач, американский клён. По мере роста они захламили территорию, которую теперь необходимо расчищать. Аварийные деревья спиливают, а те, которые стоят крепко, приводят в порядок. В период апрельского месячника работы проводятся в усиленном режиме. Сейчас мы подходим к финальному этапу уже месячника. В ближайшие субботы состоится общегородской субботник. Каждая управляющая организация в разрезе своего жилищного фонда сама определяет, какие, ну, совместно с районными администрациями, определяет, какие деревья требуют обрезки. Управляющие компании реагируют на сигналы жителей, но в основном сами оценивают состояние зелёных насаждений. В этом районе обрезано больше ста деревьев. Двадцать ликвидировали под корень. Первые очередные, вот как вы сейчас видите, вот на этом даже доме, это те, которые представляют угрозу для пешеходов, там, где ходят люди, там, где большое скопление людей. В вторую очередь смотрим дворовую часть, там, где также люди выходят из подъезда, там, где детские площадки. Улицы в городе приводят в порядок комплексно. Чистыми должны быть не только улицы, но и внешний вид зданий. В Самаре приводят в порядок фасады жилых домов. Даже если ремонт некапитальный, всё равно весьма заметен. Штукатурка, покраска и совсем другой вид. У двухэтажек сороковых годов постройки в посёлке Мехзавод начинается вторая молодость. Свежесть фасадам придают с помощью косметического ремонта. Рядом с домом гудит мобильная бетономешалка. Ремонтники чётко отмеряют ингредиенты для качественного бетона. Три части песка, одна цемента. Такой состав будет крепко держаться на цоколе, который принимаются штукатурить. Ждут, пока подсохнет, шлифуют и покрывают цементным раствором, чтобы не было трещин. Параллельно обновляют стены. Лицевая сторона, уже хотим привести, чтобы была красивая краска стёрлась. То есть мы приводим, где места уже стёрты, мы их доводим до нормального, хорошего состояния. Если есть необходимость, восстанавливают штукатурку и на фасаде. После самая приятная часть. Берутся за кисти и краски. Замазывают и граффити, и трещины. В посёлке Мехзавод сотрудники муниципальной управляющей компании вернут приятный вид в шести домам. А как показала практика, обновлённый фасад дома и жителям настроение подымает. Стараемся отремонтировать. Чем быстрее, тем лучше. Праздником желательно. Недавно 34-й дом на той неделе штукатурили. Жильцы довольны остались. Вышли, похвалили, всё. То есть чуть ли не благодарность выписали. Состояние фасадов проверяют во время ежедневных обходов. Если заметят незаконные граффити или объявления, маляры спешат к дому с кисточками. В работу по благоустройству дворов активно включились и жители. Чистыми дома должны быть не только снаружи, но и внутри. На чердаке 15-го дома по улице Запорожская пыль столбом. Сотрудники управляющей компании собирают в мешок всё, что жители накопили здесь годами. Ну, мусор, конечно, там, пластмассовые бутылки, там, картон, доски. Ну, доски, они там лежат для того, видать, чтобы это ходить, можно было по керамзиту. Вот, скорее всего, вот, там, при ремонтах крышек, может, оставалось. С начала месячника по благоустройству в советском районе уже очистили больше 20 чердаков. Не обходят вниманием и подвалы. Оттуда также вывозят десятки мешков мусора. Ну, во-первых, естественно, это противопожарная безопасность. Во-вторых, это удобство и правильность, наверное, всё-таки это должно происходить для удобства проживания наших жильцов в доме. Ну, в любом случае, все чердаки, подвалы по нормам, они обязаны быть очищены, находиться в нормальном, доступном для прохода стояния. Ситуацию в районе контролируют постоянно. Обходят жилой фонд. Если находят свалку, берут в работу. Весь собранный мусор сразу же вывозят на свалку. Очищать чердаки и подвалы сотрудники управляющей компании продолжат и после месячника по благоустройству. До конца года в плане ещё два десятка домов. Во время генеральной уборки города усиленную работу ведут и экологические службы. В Самаре продолжается война с незаконными свалками. Их число за последние годы сократилось, но нарушителей всё же немало. Кировский район Самары, лесная зона Дубки – излюбленное место экологических хулиганов. Здесь регулярно появляются спонтанные свалки бытового и строительного мусора. И на этот раз городские экологи обнаружили на нескольких сотках то, что по всем нормам и правилам должно быть захоронено на специальном полигоне. Когда нарушителей находят, на свалке ставят видеорегистратор. Им грозят штрафы. Фирме 250 тысяч рублей, частнику – 2 тысячи. Вывозить мусор на спецполигон должен владелец земли. Мы работаем в взаимодействии с полицией. У нас есть телефоны контактов по каждому району. То есть в случае неадекватности правонарушителя, в принципе, почти всегда оперативно сотрудники полиции реагируют и оказывают нам содействие, помощь для того, чтобы установить этого правонарушителя на месте. Пять лет назад в Самаре было 350 несанкционированных свалок. На их ликвидацию городской бюджет потратил несколько десятков миллионов рублей. Однако нарушителей по-прежнему хватает. И сейчас нужно привести в порядок 70 участков. Так в Кировском районе только с начала года инспекторы лесного контроля выявили пять незаконных свалок. Три уже ликвидировали. Теперь взялись за четвертую. Отвал грунта в овраг – это, естественно, является нарушением. Мы будем держать на контроле этот вопрос. И, естественно, будем ждать, то есть даем определенный срок, максимум неделя, для устранения этих замечаний. Нарушитель экологического равновесия Андрей Карпюк, молодой человек, арендовал участок вдоль дороги. Решил его обустроить, однако не успел вовремя вывести на официальную свалку строительный мусор. От административного взыскания арендатора спасло решение в кратчайшие сроки устранить экологические ошибки, не доводя дело до суда. В ходе планирования земли и грунта нами были допущены некоторые нарушения, недостатки, которые были выявлены департаментом экологии городского округа Самары при представителе. В ближайшее время обезуемся устранить данные недочеты и в дальнейшем не допускать. Всего за период месячника по благоустройству с территории города вывезено 100 тысяч кубометров мусора. Но еще остаются участки, которые требуют уборки. Это внутриквартальные зоны и территории частного сектора. Также в графике обязательных работ остается восстановление фасадов, покраска бордюров и обрезка деревьев. Редактор субтитров А.Семкин